Здравствуйте! Меня зовут Кайгородцева Наталья Викторовна. Я кандидат педагогических наук. Я прочитаю вам лекцию на тему пересечения поверхности с плоскостью и с прямой из курса начертательной геометрии. На лекции мы узнаем принцип построения линии пересечения поверхности и прямой, познакомимся с разновидностями линии пересечения некоторых поверхностей с плоскостью и узнаем, как определить точки пересечения поверхности и прямой линии. Для начала рассмотрим видеофрагмент, где будет показано, как определить линию пересечения поверхности с проецирующей плоскостью. Проекция линии пересечения поверхности и проецирующей плоскости совпадает с соответствующей проекцией проецирующей плоскости, данной по условию задачи. В данном случае задачи на нахождение линии пересечения поверхности и плоскости относятся к позиционным задачам. То есть мы рассматриваем позиционные задачи. А как вам уже известно, в позиционных задачах необходимо найти общие точки. То есть точки, одновременно принадлежащие и заданной поверхности, и заданной плоскости. А теперь посмотрим видеофрагмент, где плоскость задана общего положения. Способом замены плоскостей проекции, плоскость общего положения, данную по условию задачи, преобразовать в проецирующую плоскость. Проекция искомой линии пересечения совпадает с прямой проекцией проецирующей плоскости. То есть если плоскость в задаче задана общего положения, одним из способов преобразования комплексного чертежа нужно плоскость сделать проецирующей. Сейчас рассмотрим пересечение цилиндрической поверхности с плоскостью. Вид линии пересечения цилиндрической поверхности вращения плоскостью зависит от положения плоскости относительно оси заданной поверхности, то есть заданного цилиндра. Итак, если плоскость расположена параллельно оси, то в пересечении будут получаться две прямые, то есть две образующие. Если перпендикулярно к оси расположена секущая плоскость, то в пересечении получается окружность. А если плоскость расположена не параллельно и не перпендикулярно оси, то в пересечении будет эллипс. Итак, рассмотрим фронтальную проекцию цилиндрической поверхности вращения. Если секущая плоскость, в данном случае это будет фронтально проецирующая плоскость, и она расположена параллельно оси, то в пересечении поверхности и плоскости будут две образующие, две прямые. Если секущая плоскость проходит перпендикулярно к оси вращения цилиндрической поверхности, то в сечении получится окружность. А если плоскость не параллельна и не перпендикулярна оси вращения, то в пересечении будет эллипс. Итак, рассмотрим цилиндр и введем секущую плоскость, которую расположим параллельно оси вращения. Тогда в пересечении должны получиться две прямые, то есть две образующие. Если плоскость, секущую, ввести перпендикулярно к оси вращения, то тогда в сечении получится окружность. Если секущая плоскость не параллельна и не перпендикулярна к оси, то в сечении получается эллипс. Рассмотрим задачу. Необходимо найти линию пересечения цилиндрической поверхности вращения, которая в данном случае представлена своими тремя проекциями, с некоторой плоскостью Q. В данном случае нам задана фронтально проецирующая плоскость и задана она только своей фронтальной проекцией. Прежде чем решить задачу, необходимо познакомиться с характерными точками. Итак, в каждой задаче необходимо для определения, для отыскания линии пересечения найти точки, принадлежащие данной линии пересечения. И некоторые из этих точек носят названия характерные. К ним относятся диаметрально противоположные точки, точки, определяющие границы видимости линии или поверхности, точки, характерные для конкретной линии пересечения, а также для построения линии пересечения применяют еще и промежуточные точки. Итак, нам задана задача. Необходимо отметить сначала характерные точки. Во-первых, это будут точки 1 и точки 2. Это точки, принадлежащие крайней очерковой линии. По линиям связи находятся горизонтальные проекции данных точек и профильные проекции. Затем выбираем две диаметрально противоположные точки. Это точки 3 и 4. На фронтальной проекции их проекции будут лежать на проекции оси цилиндра. По линии связи находятся данные точки на окружности, совпадающей с основанием цилиндрической поверхности. По линиям связи находятся и профильные проекции данных точек. Затем выбираем промежуточные точки. На горизонтальной плоскости проекции, благодаря тому, что цилиндрическая поверхность вращения – это проецирующая поверхность, то вся ее боковая поверхность будет совпадать с проекцией основания. Поэтому мы легко нашли горизонтальные проекции промежуточной точки. По линиям связи строятся профильные проекции данной точки. Выберем еще пару промежуточных точек и аналогичным образом построим их горизонтальные и профильные проекции. После того, как построены точки, принадлежащие линии пересечения, для построения проекции самой линии необходимо эти точки соединить плавной кривой линией с учетом видимости. Точки нужно соединять в том порядке, в каком они представлены на заданной проекции, в данном случае на фронтальной. Итак, на горизонтальной плоскости проекции проекция нашей искомой линии пересечения будет совпадать с окружностью проекции заданной поверхности. На профильной проекции линия пересечения будет выглядеть в виде эллипса. Действительно, в связи с тем, что заданная поверхность Q не параллельна и не перпендикулярна оси цилиндра, в пересечении должен был получиться эллипс. Рассмотрим случаи пересечения конической поверхности вращения с плоскостью. Вид линии пересечения конической поверхности плоскостью зависит от положения плоскости относительно оси и или образующих конуса. Могут быть следующие случаи. Если плоскость расположена перпендикулярной оси, то в пересечении с конусом получится окружность. Если плоскость провести через вершину конической поверхности, то в пересечении будут две пересекающиеся прямые, то есть две образующие. Если секущую плоскость провести через образующую, то в пересечении получится двойная прямая. Если секущую плоскость провести параллельно образующей, то в пересечении получится парабола. Если секущая плоскость расположена не параллельно и не перпендикулярно и не проходит через вершину, то тогда в пересечении получится гипербола или эллипс. Итак, рассмотрим профильную проекцию конической поверхности вращения. Если секущая плоскость проходит перпендикулярно к оси вращения, то в пересечении получится окружность. Обратите внимание, если секущая плоскость расположена перпендикулярно к оси, но проходит через вершину, то в пересечении будет получаться окружность с нулевым радиусом. Если секущая плоскость проводится не параллельно и не перпендикулярно и не через вершину конуса, то в пересечении получится эллипс. Если секущую плоскость провести через образующую, то в пересечении получим двойную прямую. Если секущая плоскость проводится параллельно какой-либо образующей, то в пересечении будет парабола Если секущую плоскость провести через вершину конуса, то в пересечении будут две прямые, то есть две образующие И если секущую плоскость провести не через вершину, не параллельно образующей, не перпендикулярно к оси и не параллельно к оси, то в пересечении будет гипербола Гипербола же получится, если секущая плоскость проходит параллельно оси, но не через вершину. Рассмотрим каждый из случаев. Итак, плоскость, проходящая перпендикулярно к оси вращения, в пересечении будет задавать окружность. Если плоскость перпендикулярно оси вращения, но проходит через вершину, то в сечении получится окружность с нулевым радиусом. Если секущую плоскость провести через вершину конуса, то в сечении получится две прямые, то есть две образующие. Если секущую плоскость задать проходящей через одну из образующих, то в пересечении мы получим двойную прямую. Если в пересечении конической поверхности участвует плоскость, расположенная параллельно одной из образующих конуса, то есть секущая плоскость наклонена к основанию конуса под тем же углом, как и образующие конической поверхности наклонены к ее основанию, то в пересечении получится парабола. Секущую плоскость провести через вершину, а затем сдвинуть, чтобы эта плоскость не проходила через вершину, то есть нам необходима плоскость, которая не будет параллельно образующей, но и не проходящая через вершину. Если угол наклона этой плоскости к основанию конуса будет отличным от угла наклона, образующих конической поверхности к ее основанию, то тогда в пересечении получающаяся линия будет гиперболой. Если секущую плоскость вести ни параллельно, ни перпендикулярно, ни через вершину, то в сечении получится эллипс. Решим задачу. Задана коническая поверхность вращения, она задана тремя проекциями, и задана некоторая фронтально проецирующая плоскость Q. Причем, обратите внимание, плоскость в данном случае расположена не перпендикулярно к оси, не параллельно к оси, не параллельно образующей и не проходит через вершину. То есть это в данном случае должна получиться, линия пересечения должна получиться в виде эллипса. Для нахождения линии пересечения необходимо найти точки, принадлежащие одновременно и заданной плоскости, и заданной поверхности. Отметим точки 1 и 2, как точки, лежащие на крайних образующих конусах. По линии связи найдем их горизонтальные проекции, профильные проекции, затем отметим две диаметрально противоположные точки 3 и 4. На фронтальной плоскости проекции их проекции будут накладываться на проекцию оси конуса. По линии связи вначале удобнее найти профильную проекцию, а потом уже по линиям связи, проведенным из профильной проекции и из фронтальной, можно найти и горизонтальные проекции данных точек 3 и 4. Выберем промежуточные точки, две промежуточных точки. Это будут фронтально конкурирующие точки, то есть на фронтальной плоскости проекции их проекции будут совпадать. Пусть они лежат между точками 1 и 3 и 4. Для того, чтобы построить горизонтальную и фронтальную проекцию данной точки, нужно вспомнить условия принадлежности точки поверхности. Точка принадлежит поверхности, если она принадлежит какой-то линии, лежащей на этой поверхности. В данном случае за эту линию мы выберем образующую. Образующая эта линия, проходящая через вершину конуса и пересекающая основание в некоторые точки. Найдя горизонтальные проекции точки на основании, можно построить горизонтальные проекции образующей, и по линии связи несложно найти горизонтальные проекции промежуточных точек. По линиям связи находятся профильные проекции промежуточных точек. После того, как точки, принадлежащие линии пересечения построены, их необходимо соединить с учетом видимости плавной кривой линии. Так как мы с вами помним, что в пересечении должен получиться эллипс, то и на проекциях это будут эллипсоподобные кривые. Рассмотрим случай пересечения сферы с плоскостью. Сфера в пересечении с плоскостью, как бы она ни располагалась, всегда в пересечении дает окружность. Рассмотрим задачу. Задана сфера, причем она задана двумя своими проекциями. И задана некоторая плоскость Q, причем плоскость расположена перпендикулярно к P2, то есть является фронтально проецирующей, и она не проходит через центр. Для построения линии пересечения заданной сферы и плоскости необходимо опять строить точки, находить общие точки для сферы и плоскости. Итак, выберем точки 1 и 2, это точки, которые будут принадлежать главному меридиану нашей сферы. По линии связи сразу будем находить и горизонтальные проекции этих точек. Затем отметим точки 3 и 4, это точки, принадлежащие экватору сферы. По линии связи найдем их и горизонтальные проекции. Затем выберем точки 5 и 6, это точки, принадлежащие профильному очерку. Для нахождения горизонтальной проекции данных точек, в связи с тем, что у нас нет профильной проекции сферы, необходимо через выбранную профильную проекцию задать некоторую параллель радиуса R. На горизонтальной плоскости проекции данная параллель будет выглядеть в виде окружности радиуса R. И по линии связи на ней найдутся горизонтальные проекции точек 5 и 6. Затем необходимо построить точки, являющиеся концами большой оси эллипса. Несмотря на то, что в пересечении сферы и плоскости должна получиться окружность, но в данном случае на виде сверху, то есть на горизонтальной плоскости проекции, наша окружность будет выглядеть в виде эллипса. Это связано с тем, что плоскость Q задана под наклоном относительно плоскости P1. Итак, точки 7 и 8 находятся следующим образом. Из центра сферы необходимо опустить перпендикуляр к заданной проекции плоскости. Это и будут точки 7 и 8. Замерив расстояние, равное половине большой оси эллипса на горизонтальной плоскости, следует его отложить, тем самым найдутся горизонтальные проекции точек 7 и 8. Выберем промежуточные точки 9 и 10. Для их нахождения необходимо ввести соответствующую параллель, построить горизонтальную проекцию параллели, на которой по линии связи и определятся горизонтальные проекции промежуточных точек. После того, как точки построены, необходимо соединить их плавной кривой с учетом видимости. Далее рассмотрим случай пересечения тора с плоскостью. Итак, тор – это поверхность вращения, образованная вращением окружности вокруг неподвижной оси, причем плоскость окружности и ось лежат в одной плоскости. Выберем первую плоскость АА и расположим ее на расстоянии L. Причем расстояние L, если оно будет больше либо равно радиусу самого тора, то в пересечении будет получаться вот такая овалообразная линия пересечения. Если секущую плоскость сдвинуть на расстояние меньшее, чем L, данное расстояние может быть равно R0, то есть радиус тора минус радиус, образующий окружности, то в пересечении будут получаться вот такие вот восьмеркообразные линии. Если секущая плоскость будет касаться внутреннего диаметра тора, то в пересечении будет линия, имеющая одну общую точечку. Это будет L, L, L. Данная линия будет носить название L, L. Если секущую плоскость задать на расстоянии меньшим, чем радиус тора минус радиус, образующий окружности, то линия пересечения распадется на две линии, на две кривые второго порядка. Причем это будут не окружности, это будут овалоподобные две линии. И только в случае, когда секущая плоскость пройдет через центр тора, в сечении получится две одинаковых окружности, радиус которых будет равен радиусу, образующий окружности. Все линии пересечения тора с плоскостями носят общее название. Они называются кривые персея. Теперь рассмотрим, как же определить линию пересечения поверхности с прямой. Итак, нам задана некоторая поверхность. Ну, пусть в данном случае это будет треугольная пирамида. Если необходимо найти точки пересечения данной пирамиды с некоторой прямой линией, для решения этой задачи необходимо через прямую, заданную прямую, ввести проецирующую вспомогательную плоскость. Затем найти линии пересечения вспомогательной плоскости с заданной поверхностью. И определить точки пересечения построенной линии, то есть линии сечения, и заданной прямой. Это и будут искомые точки пересечения поверхности и прямой. Давайте рассмотрим данную задачу на двух проекциях. Итак, нам задана пирамида, причем это будет треугольная пирамида. В ее основании лежит треугольник АБЦ. Пирамида стоит на плоскости П1, то есть треугольник АБЦ лежит в плоскости П1. Итак, две проекции пирамиды построены. Теперь необходимо построить, задать проекции прямой, в пересечении с которой мы и будем искать. Итак, L2 и L1. Вспоминаем, что для решения данной задачи необходимо через одну из проекций, заданной прямой, ввести вспомогательную проецирующую плоскость. В данном случае мы выбрали фронтально проецирующую плоскость гамма, которую провели через прямую L. Затем необходимо найти линию пересечения вспомогательной плоскости с заданной поверхностью. В данном случае, благодаря тому, что нам задана пирамида, мы ищем точки пересечения ребер пирамиды с плоскостью гамма. Найденные точки зададут линию пересечения пирамиды и вспомогательной плоскости гамма. Получили треугольник, то есть линия пересечения будет выглядеть в виде треугольника. Следующим этапом для определения точек пересечения необходимо найти точки пересечения построенной линии, то есть треугольника, с заданной прямой L. Это и будут проекции искомых точек пересечения прямой L с пирамидой. По линиям связи нужно найти их фронтальные проекции. После того, как точки построены, необходимо определить видимость. Видимость прямой относительно поверхности, в нашем случае пирамиды. Итак, на горизонтальной проекции мы видим, что прямая линия будет видна до точки, в которой она пронзает пирамиду, затем идет внутри пирамиды, то есть между точками КН. И когда она вышла через точку Н, пронзив грань пирамиды, она опять стала видимой. Это прямая. На фронтальной плоскости проекции следует понимать, что точка Н лежит на задней грани, а поэтому на фронтальной проекции она будет не видна. А тогда видимость определится следующим образом. Слева до точки К прямая видимая. Затем между точками она невидимая, так как идет внутри пирамиды. В связи с тем, что она выходит из пирамиды, но находится за пирамидой, часть ее также невидима, и только когда прямая выглянула из-за пирамиды, она опять стала видимой. Вот по такому несложному алгоритму можно определить точки пересечения поверхности и прямой. На этом наша лекция окончена. Спасибо за внимание. Удачи вам в изучении начертательной геометрии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...